Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания Ведопульс и я врач компании Арчебасова Елена Алексеевна. Сегодня мы с вами будем говорить о таком клиническом проявлении, как хронический бронхит. Сегодня тема нашего вебинара будет посвящена не только разбору особенностям клиническим хронического бронхита, а мы построили его таким образом в виде клинического разбора. То есть сегодня на конкретном примере работы с конкретным пациентом, который обратился к нам совершенно определенными жалобами, в результате работы с этим пациентом, обследования его на АПК Ведопульс, будут этому пациенту даны определенные рекомендации, определенные программы реабилитации, а также мы проследим состояние этого пациента через определенное количество времени, то есть в интервалах в одну неделю. Мы посмотрим, как изменилось его состояние и прокорректируем то, что уже будет через одну неделю, то, что случилось через одну неделю. Таким образом мы начинаем наш клинический разбор. Итак, к нам обратился пациент. И прежде чем проводить какие-то исследования, мы вначале, как это делают абсолютно все доктора, проводим сбор жалоб, с которыми обращается пациент, и, конечно же, мы собираем анамнез. Итак, первое – это, конечно же, жалобы. То есть, что послужило причиной обращения к нам данного конкретного человека. Итак, перед нами присутствовал пациент. Это был молодой человек. Мы сейчас увидим, когда будем заполнять карточку. И жалобы у него были следующего характера. Он сказал нам то, что он стал очень быстро уставать. Особенно усталость и быстрая утомляемость стали появляться после выполнения физической нагрузки. Также он нам рассказал, что он посещает спортивный зал, занимается там силовыми тренировками. И если, так скажем, до момента обращения к нам все было хорошо и он с ними справлялся, то через вот то, что с ним сейчас происходит, он не справляется с этими нагрузками обычными своими и быстро устает. Но помимо вот этих вот, так скажем, общих проявлений, пациент пожаловался также на то, что у него появился кашель. Кашель на вопрос о том, какого характера кашель, я спросила, какой кашель, сухой или влажный, так как это очень важно, был получен ответ, что кашель, как правило, сухой и даже иногда бывает грубый, иногда даже болезненный. Ну вот на момент обращения происходит откашливание небольшого количества мокроты, то есть такой малопродуктивный, нужно сказать, кашель. Ну, пациент во время приема также несколько раз кашлял, и поэтому это было слышно. Мокрота, ее небольшое количество отходит прежде всего утром, тоже было нам рассказано. Утром после пробуждения, особенно в тот момент, когда происходит утренний туалет, то есть умывание, чистка зубов, и это все как раз способствует отхождению мокроты. А также мокрота отходит при выполнении физической нагрузки, то есть при занятиях в спортзале. На вопрос, какая это мокрота, что можете сообщить об этом, пациент, которого зовут Дмитрий, рассказал нам, что мокрота слизистого характера, но иногда бывают прожилки зеленоватого цвета, но мокрота – это без запаха. То есть никакого запаха, на который бы Дмитрий обратил внимание, он на это не указывает. Но тем не менее, среди слизистых выделений имеются прожилки зеленоватого цвета. И вот я хочу здесь тоже обратить внимание, что характерный, так скажем, вид мокроты. Какие еще жалобы были предъявлены Дмитрием? Ну, это то, что последние буквально дня 2-3 появилась температура. Температура, он ее измеряет ближе к вечеру, 37,2-37,4 градусов. Ну, назовем эту температуру субфибрильная. То есть выше она не поднимается. И как раз в вечернее время, Дмитрий нам рассказал, он ходит в спортзал, когда вот такая вот температура, то, конечно же, он испытывает слабость, потливость и, соответственно, быструю утомляемость. То есть вот все, что было рассказано, это все является проявлением такого астенического синдрома. Ну, основная жалоба, которая обращает на себя внимание, это, конечно же, кашель и характерное отделение мокроты. Вот все жалобы, которые были предъявлены, после чего произошел сбор анамнеза. Анамнез в клинике делится на два вида. Это так называемый анамнез морби, то есть с латинского языка означает анамнез болезни, и анамнез витая, это анамнез жизни. Начнем с анамнеза болезни, нас больше интересует. То есть мы задаем вопросы, как долго протекает заболевание, как часто бывают такие проявления, чем они вызываются или провоцируются. Итак, перед нами пациент, мы сказали, молодой человек, которому 32 года, такого среднего телосложения, довольно крепкий. Но при вопросе, есть ли вредные привычки, Дмитрий ответил утвердительно, что да, вредные привычки присутствуют. Он курит. Он курит, и на вопрос, о каком же стаж курильщика, он ответил, что он курит с 16 лет. То есть на данный момент, Дмитрию 32 года, курит он с 16 лет, то есть практически, ну не практически, а половину своей жизни. То есть стаж курильщика довольно-таки приличный. Конечно же, нужно было спросить, и я спросила, сколько сигарет Дмитрий выкуривает в течение дня, так как это тоже немаловажно. Оказывается, что выкуривает он практически пачку сигарет, это 20 сигарет в день. Это довольно-таки много. Значит, перед нами курильщик. И значит, все вот эти проявления, которые он описывает, они характерны, ну так, можем сказать, в общем, да, что это проявление бронхита курильщика. Все, что касается кашля. Но на данный момент, то, что нам было рассказано с изменением температуры, тела, сплотливостью, значит, снижением физической нагрузки, мы можем сказать, что идет процесс обострения. Итак, на вопрос, как часто в течение года бывают вот такие проявления с выраженным клинической симптоматикой, Дмитрий ответил, что примерно где-то два раза в год бывают вот такие проявления, и они, как правило, вызываются простудными заболеваниями. То есть, после перенесенной вирусной инфекции, которая, как правило, сопровождается повышением температуры, кашлем, потому что идет воспалительный процесс в области верхних дыхательных путей, этот процесс, казалось бы, после выздоровления, он затягивается. Он затягивается и может продолжаться еще недели, две, три. Это то, что нам было рассказано. И, соответственно, Дмитрий так длительно выходит после простудного заболевания. Конечно же, любая вирусная инфекция, она накладывается на те изменения, которые происходят в слизистых дыхательных путях на фоне курения. То есть, постоянное раздражение слизистой трахеи, да, слизистой бронхов, табачным дымом, конечно же, изменяет структуру, то есть, морфологию этой ткани. И вирусная инфекция, которая возникает у этого человека, она вызывает обострение воспалительного процесса. Также я спросила у Дмитрия, но это уже вопрос, так скажем, больше из раздела анамнезавитой, то есть, жизни. Часто ли он вообще в течение жизни, а также в детстве болел простудными вирусными заболеваниями, какого-то конкретного ответа не было получено, потому что этого Дмитрия как бы и не помнит. Но на такой вопрос, были ли у него пневмонии, пневмония или по-другому это воспаление легких, такие проблемы, такие нозологические формы, если они были, как правило, люди помнят, потому что заболевание тяжелое и изнурительное, то Дмитрий сказал, что пневмонии у него не было, он этого не помнит и в детстве он, конечно, болел, но не часто. То есть, такого, что сказать, что это был часто болеющий ребенок, он про себя не может. Вот перед нами такой пациент. Значит, общее представление по характеру жалоб и по собранному анамнезу уже какое-то имеется. После чего, соответственно, мы начали проводить исследование на АПК Видопульс. Мы сейчас начнем проводить исследование с самого начала. Мы будем разбирать все показатели во всех вкладках, во всех модулях, обращать внимание, что случилось с индексами и, соответственно, будем каждый разбирать и говорить, что это объясняет. Итак, мы заводим карточку, пациент пришел к нам впервые. Здесь мы обязательно заполняем графы в виде даты рождения. Обращаю внимание, что в новой версии теперь указывается точная дата рождения и программа сама высчитывает возраст 32 года. Мы обязательно указываем пол нашего пациента, его рост и вес. Обращаю внимание, что перед нами молодой человек 32 лет, рост которого составляет 183 см, вес 78 кг. То есть такой вот атлетически крепко сложенный молодой человек. После чего мы как обычно накладываем электроды и начинаем запись электрокардиограммы. Запись электрокардиограммы, продолжается 5 минут. И здесь я привожу скриншот этой записи. На что мы здесь обращаем внимание? Прежде всего сразу обращаем внимание, что запись должна быть выполнена чисто, чтобы не присутствовало никаких артефактов, потому что от чистоты записи зависят соответственно и диагностические критерии и соответственно те рекомендации, которые в дальнейшем будут даны программой, которые мы можем корректно подобрать. Запись мы видим чистая, артефактов здесь нет, все маркеры стоят исключительно по R зубцам, прописана кардиоинтервалограмма, скатерограмма, то есть мы здесь ничего не редактируем и работаем с этой записью, так как она у нас получена. первая вкладка, с которой мы начинаем работать и эта вкладка показательна не только для нас, но и для самого пациента, это конечно же вкладка индекса. Мы сейчас будем разбирать и модули, так скажем, вкладки академического модуля, но всегда начинаем работать с первой диагностической вкладки, это вкладка индекса. Почему? Потому что эта вкладка довольно доступная форме, дает нам представление, такой как бы срез, такой скрининг, тест, а кто перед нами, в каком состоянии находится перед нами наш пациент. Итак, давайте мы оценим все эти четыре индекса. Первый индекс, который мы рассматриваем, это, конечно же, индекс стресса или индекс напряжения. Вот здесь мы видим, что этот индекс составил 309 условных единиц, и попадает он в желтую часть этого индекса, то есть желтый коридор. 309 мы понимаем, что это состояние некого напряжения, то есть состояние, которое программа описывает как компенсированный дистресс. Я сразу немножечко буду напоминать, что дистресс это дословный перевод плохой стресс, то есть идет напряжение регуляторных систем организма, но на данный момент он является компенсированным. То есть организм за счет включения своих мобилизирующих ресурсов он пытается справиться с той ситуацией, которая в данный момент присутствует в организме нашего пациента. Итак, индекс 309 говорит о том, что есть средняя степень напряжения. Сразу обращаем внимание на следующий индекс, это индекс цены адаптации, который составил, как мы видим, 53%. 53% это показатель, который выходит за пределы нормальных значений, все-таки он несколько больше, так как нормальный показатель от 30 до 50 и мы знаем, что цена адаптации это тот показатель, который характеризует процессы затрат энергии и процессы, которые направлены на восстановление энергии. То есть, те энергоресурсы оцениваются, которые организм затрачивает для того, чтобы приспособиться к жизни вот в этих конкретных условиях стресса. мы видим, что показатель стресса больше нормы, соответственно, чтобы приспособить организм выживать в этих условиях, он тратит большее количество ресурсов, большее количество своих энергетических запасов, если бы это были нормальные показатели. То есть, мы можем сказать, что цена адаптации несколько повышена и в данный момент это совершенно адекватно, процессы, направленные на расход энергии, они преобладают над процессами, связанные с ее восстановлением. Следующий индекс – это индекс морфо-функционального состояния. Это индекс, который оценивает показатели здоровья и работоспособности Дмитрия. Значит, что мы видим? Мы видим, что показатель морфо-функционального состояния составляет 65% и попадает во второй коридор. Второй коридор от 50 до 75% – это средние показатели, средние показатели функциональные показатели здоровья и средние показатели в целом все, что связано с активностью и работоспособностью. Если учитывать, что Дмитрий молодой человек 32 лет особо ничем не страдающий никакими проблемами, никакими заболеваниями, то, конечно же, показатели, которые мы рассматриваем, для него не совсем стандартные, не совсем нормальные. Индекс стресса выше нормы, цена адаптации соответственно тоже выше нормы и индекс морфо-функционального состояния уходит в среднюю зону. Значит, мы должны стремиться к тому и он должен стремиться к тому в своем состоянии, чтобы все индексы находились в зеленом коридоре. Но, имея тот характер жалоб, который нам был представлен, мы понимаем, что на данный момент организм испытывает состояние интоксикации и, соответственно, вот все, что мы видим, это такая объективная картина того, что происходит сейчас в организме. И последний индекс, который мы оцениваем, это индекс скорости биологического старения. Я напомню, что этот индекс характеризует соотношение между собой двух процессов, это процессы возбуждения и процессы торможения, то есть, опять же, систем активации и мобилизации и систем релаксации. В норме этот показатель должен находиться в коридоре, который составляет 0,7,2. Но так как этот показатель больше верхней границы нормы, то есть, программа определяется как 4,5, он находится в коридоре 2,5, что свидетельствует о повышенной активности систем мобилизации, то есть, все, что связано с повышенной активацией и возбудимостью. То есть, на данный момент преобладают процессы возбуждения. Вот такое скрининговое исследование мы наблюдаем сразу же оценив вкладку индекса. Теперь мы будем разбираться более, так скажем, детально и уже попадаем в академический модуль и открываем вкладку, которая называется вкладка спектр. Вкладка спектр позволяет оценить нам в целом адаптационные возможности организма, так скажем, запас жизненных сил и оценить вклад тех регуляторных механизмов, которые обеспечивают формирование этих адаптационных возможностей. Итак, значит, буду озвучивать, здесь не очень хорошо видно. Первый показатель, на который мы обращаем внимание при работе с этой вкладкой, это показатель ТП. Или другими словами, это Total Power, то есть, общая мощность спектра, это как раз показатель, который отражает в целом адаптационные возможности организма. Показатель 967. Мы помним, что для среднего человека, для такого middleman, этот показатель должен составлять в норме от полутора до трех тысяч. Даже если мы поговорим, примем, так скажем, во внимание, что существует широкий вариант нормы, который в сторону снижения уходит до тысячи, то есть, можно говорить, что так очень-очень условно, что нижней границе нормы можно считать показатель в тысячу, то здесь даже при этом, если это учитывать во внимание, этот показатель 967. То есть, посмотрев на показатель ТП, мы делаем вывод, что запас жизненных сил на данный момент адаптационный ресурс организма нашего пациента, он ниже нормальных значений, он несколько истощен. Конечно, этот показатель не критично истощен, то есть, он не 500 и не 400, он все-таки ближе к 1000, но и перед нами довольно-таки молодой и крепкий человек. Итак, запоминаем показатель ТП 967. Из чего же складывается этот показатель? Этот показатель складывается из тех регуляторных механизмов, которые обеспечивают как раз приспособление организма к данным конкретным условиям жизни, к данным конкретным условиям этого процесса воспаления верхних дыхательных путей. Что же мы здесь наблюдаем? Волны зеленого цвета, которые характеризуют высокочастотный спектр они отражают влияние так называемых релаксирующих механизмов регуляции, то, что в медицине называется парасимпатическая нервация, действие которое направлено на восстановление, на отдых. И здесь мы видим абсолютные значения этого показателя составляют 133. 133 это, конечно, абсолютный показатель, который гораздо меньше, чем это нужно. Я просто напоминаю, что можно здесь наводить стрелку на этот показатель, будет высвечиваться окно, которое будет говорить о норме вклада данной регуляторной системы в механизм адаптации. Следующая часть спектра, которая представлена волнами красного цвета, попадает уже в низкочастотный диапазон и характеризует проявление регуляторных механизмов, связанное с процессами возбуждения, то есть процессами мобилизации и активации. Ну, соответственно, смотрим, каково их влияние. Это 671, но в абсолютных показателях это в пределах нормы. И волны голубого цвета на спектре, которые отражают совсем низкочастотный диапазон, очень низкочастотный показатель, значит, он составляет 162. 162 это очень незначительный показатель, который гораздо меньше нормальных величин. Вот, три регуляторных механизма, два из которых мы объединяем в один блок и другой это более высокий уровень регуляции, который выступает совершенно самостоятельно. Вот, сумма всех этих трех показателей, этих трех влияний регуляторных механизмов дали нам представление о total power, то есть в целом адаптационном резерве, который, как мы видим, недостаточен. Теперь давайте разберемся с относительными величинами, то есть показателями вот этих всех регуляторных механизмов, но только теперь уже в процентном соотношении, которые наглядно отображаются вот в этой круглой трехцветной диаграмме. Что же мы здесь наблюдаем? Что, как скажем, основная роль для регуляции отводится в регуляции, правильнее сказать, в регуляции жизненными процессами, физиологическими процессами, приходится на влияние симпатической нервной системы, то есть той системы, которая обеспечивает механизмы возбуждения и активации. И в процентном соотношении от всего регуляторного контура это составляет где-то 69%. Если мы говорим о другом проявлении этого базового вегетативного уровня регуляции парасимпатического, то есть того, который отвечает за механизмы релаксации, он составил всего лишь 13%. Этого, конечно, недостаточно. И влияние центрального звена 16,8%. Вот если мы смотрим на эту диаграмму и видим, так скажем, расстановку приоритетов в механизмах регуляции физиологическими функциями, мы понимаем, что ведущим регуляторным механизмом в данном случае, конечно же, является вегетативно-нервная система. То есть этот базовый уровень регуляции, о котором мы всегда с вами говорили во время обучения. И это в принципе хорошо. То есть организм не перешел на более дорогостоящий уровень регуляции, то есть нет преобладания вот этого голубого контура, центральных звеньев регуляции. И это довольно-таки хорошо, потому что организм не тратит излишнего количества энергии, а справляется пока за счет вот этих базовых регуляторных механизмов. Но еще раз, из этих базовых регуляторных механизмов главным является звено, отвечающее за возбуждение. ну и здесь мы давайте еще оценим соотношение между собой процессов возбуждения и торможения, исключив влияние центрального звена, и мы видим, что соотношение возбуждающих механизмов к тормозным составляет примерно 5. Но эту цифру мы уже с вами видели, я вернусь к предыдущему слайду, вот здесь 4,5, программа иногда округляет эти значения, то есть вот они 4,5 показатели скорости биологического старения, тот показатель, который отражает соотношение процессов возбуждения и торможения. И вот теперь во вкладке спектр мы уже конкретно увидели распределение в цифрах и соотношение между собой этих двух регуляторных механизмов. Вот уже здесь, пока мы еще не заходили ни в какую другую вкладку, видя только расстановку сил на этой круглой диаграмме и видя, кто передо мной находится, внешний вид и какой характер жала был предъявлен, я могу уже сразу сказать с уверенностью, что скорее всего, так оно и есть, это перед нами человек ПИТа типа конституции. Значит, мы имеем перед собой представителя ПИТа типа конституции с воспалительным процессом верхних дыхательных путей. Скорее всего, на фоне собранного анамнеза мы понимаем, что первой причиной, конечно же, является предрасполагающий фактор, который постоянно травмирует слизистую дыхательных путей, это курение, и плюс наслоившаяся на это вирусная инфекция. То есть, воспалительный процесс верхних дыхательных путей у представителей ПИТа типа конституции. И когда были озвучены жалобы нашим пациентам на вопрос о том, какова мокрота, было сказано, что мокрота слизистая, но имеются прожилки зеленоватого цвета. Прожилки зеленоватого цвета, это говорит нам о том, что это элементы гноя, гнойный процесс присутствует, а воспаления с гнойными выраженными проявлениями, но здесь они не выражены, потому что не такая яркость процесса, характерны как раз для представителей ПИТа типа конституции. Далее мы посмотрим баланс и, соответственно, все проявления, все особенности течения и все рекомендации будем уже давать с учетом ПИТа типа конституции. Следующая вкладка академического модуля, это вкладка гистограмма. Что здесь сразу обращает на себя внимание? Ну, прежде всего, сам характер гистограммы. Посмотрите, гистограмма, она несколько смещается влево. Это говорит о том, что скорее всего несколько учащенный пульс и соответственно каждый RR-интервал, который оценивает программой вариабельность ритма сердца, несколько меньше, более укороченный, чем это нужно в норме. Поэтому гистограмма, которая в норме должна находиться в пределах зелено-желтого контура и должна распределяться таким образом в норме, что самый высокий синий столбик находится в зеленой части спектра, а затем от него в виде параболы расходятся синие столбики поменьше вправо и влево, но в норме не должны заходить за желтые границы. Здесь имеется тенденция смещения гистограммы все-таки влево. Здесь мы видим уменьшение по горизонтали откладывается время в миллисекундах, это как раз время р-р-интервалов, соответственно, мы наблюдаем, что здесь идет уменьшение времени р-р-интервала. Давайте обратим внимание на цифры, которые приводятся в этой вкладке, соответственно, цифры, которые характеризуют временные показатели. Прежде всего, мы видим, что частота сердечных сокращений составила 83 удара, это, конечно же, легкое проявление учащенного ритма, то, что мы называем тахикардии. В соответствии с этим время одного р-р-интервала уменьшается, и поэтому совершенно справедливо гистограмма смещается влево. Далее, хотелось бы обратить внимание на самый высокий синий столбик. Вот он. О чем он нам говорит? Самый высокий синий столбик в табличке обозначается значением как амплитуда моды процента. Другими словами, это та доля сердечных циклов, то есть тех р-р-интервалов, которые просчитываются программой, которые имеют одинаковую продолжительность по времени. Посмотрите, она составляет практически 60%. Амплитуда моды в норме должна быть до 50%, то есть показатель ее. То есть в норме не должно быть больше половины циклов одинаковой продолжительности времени. В данном случае таких циклов 60%. Это довольно-таки много. Следующее, на что обращаем внимание при разборе гистограммы, это, конечно же, основание гистограммы. Основание гистограммы или другими словами, это разница между самым длинным RR-интервалом и коротким RR-интервалом. И вот эта разница, другими словами, это не что иное, как вариабельность ритма сердца, обозначается в таблице вот таким условным обозначением, тоже вы его знаете, MXDMN, который составил как раз 142. Разница между самой высокой продолжительностью RR-интервала и самой минимальной продолжительностью RR-интервала. В норме этот показатель должен находиться в границах от 150 до 250. Здесь некое, так скажем, уменьшение основания гистограммы. Итак, наличие этих двух факторов. Уменьшение основания гистограммы раз, ну, незначительное, да, давайте скажем, незначительное, но довольно-таки высокая амплитуда моды. это два показателя, которые будут нам характеризовать индекс напряжения. И этот индекс напряжения будет больше, чем это хотелось бы в норме. Соответственно, индекс напряжения составляет 309, то есть находится в желтом коридоре. Вот эти показатели мы рассмотрели на вкладке гистограмма. Далее мы переходим уже непосредственно во вкладку конституция и та картина, которую мы, в принципе, ожидали увидеть, да, то есть определяется ведущий тип конституции и он справедливо подтверждает, ну, те внешние данные, которые, вот, характерны для нашего пациента. Мы видим, что ведущим, ведущий доши, является пита-доша. Перед нами представитель пита-типа конституции с воспалительным процессом верхних дыхательных путей. Значит, и вести мы его будем, как представителя пита-типа конституции со всеми особенностями, характерными для этого типа. Дальше идем по диагностическому модулю и заходим во вкладку меридианы. Вкладка меридианы что же здесь отображается на этой вкладке? Ну, прежде всего, мы всегда обращаем внимание на те меридианы, которые находятся в ярко-красном цвете либо в розовом цвете, потому что все, что находится в этих тонах, оттенках красного, это всегда говорит о процессе, так скажем, выраженном процессе, связанном с выраженной остротой, связаны, как правило, с какими-то воспалительными процессами, ну, так как мы имеем определенный набор жалоб, то, соответственно, это, конечно же, воспалительный процесс. Итак, что здесь у нас получилось? Первый меридиан, меридиан легкого, находится в состоянии легкого напряжения, ну, называемого незначительное напряжение, составляет, ну, примерно, где-то 57 условных единиц по стубальной системе, вот он, меридиан легкого, находится в состоянии напряжения. Дальше, что обращает на себя внимание в плане того, что, ну, того характера жалоб, да, того анамнеза, которое мы имеем, и подтверждает, да, какое-то течение процесса, то, что процесс есть, то, что он там протекает со вспалительным характером, это, конечно же, посмотрите, то, что попадает в состояние истощения восьмой меридиан. Восьмой меридиан это меридиан почек. Меридиан почек, находящийся в состоянии истощения, он нам показывает то, что наблюдается дефицит энергии Ци. То есть, вот такое вот сочетание, которое здесь у нас есть, это напряжение по меридиану легкого и истощение энергии по восьмому меридиану меридиану почек, это говорит о том, что происходит дефицит, недостаточность энергии Ци в целом. Это то, что мы увидели при обследовании нашего пациента. Но так как мы делаем сегодня такой клинический разбор, то я буду давать еще сведения, которые, те характеристики, которые также могут быть при воспалительных процессах верхних дыхательных путей. Может быть, но здесь вот у Дмитрия этого нет, и это довольно-таки хорошо, это может быть изменение активности меридиана трех обогревателей. Здесь мы видим, он находится в зеленом цвете, то есть его соответственно энергии по нему достаточно. Меридиан трех обогревателей или меридиан, который характеризует состояние иммунной нейроэндокринной системы, проявление активности, правильно говорить, нейроэндокринной системы. Так вот, при воспалительных процессах верхних дыхательных путей может быть еще такая сочетаемость, еще раз хочу сказать, может быть, здесь этого нет, но это и не обязательно, что все должно сочетаться. Может быть, недостаточность по десятому меридиану. И если это было бы, то это расценивается как проявление снижения иммунитета. Если это было бы, то тяжесть состояния течения заболевания было бы гораздо более активна, нежели то, что мы имеем при обозначении жалоб и сборе анамнеза. Итак, этого нет. Десятый меридиан находится достаточно в состоянии энергетического энергетического плане, но у нас есть сочетаемость двух меридианов. Это первый меридиан легкого, который находится в состоянии незначительного напряжения, и недостаток энергии по восьмому меридиану, это меридиану почек. Мы сейчас увидели конкретные маркеры, конкретные показатели, которые проявляются при воспалительном процессе верхних дыхательных путей. Итак, оценили вкладку меридианы. Далее. Далее двигаемся и заходим во вкладку атлас. Ну, что нам дает с вами вкладка атлас? Вкладка атлас это, скорее всего, вкладка для наших пациентов, для того, чтобы наглядно и убедительно показать им, а где происходит функциональный дисбаланс, где то проблемное место, чтобы вот его увидеть и конкретно показать. Вы же, как специалист, который работаете на АПК Ведопульс, вам более, так скажем, профессионально и более детально изменение функционального состояния внутренних органов дает вкладка меридианы. Вкладка атлас, она и есть атлас, наглядное пособие, где мы четко показываем, что есть напряжение со стороны бронхолигочной системы и есть истощение со стороны функционального состояния почек. Следующая вкладка диагностического модуля, мы двигаемся дальше, это уже соответственно мы заходим во вкладку недана. Вкладка недана, как вам известно, состоит из трех составляющих. Первое, что мы разбираем, это недана субдоши. Если мы имеем дело с процессом верхних дыхательных путей, то, конечно же, нас в основном интересует оценка субдоши по маха-доши, вата-доши, потому что это те субдоши, которые будут являться диагностическими маркерами, связанные с изменением функциональной активности дыхания. Действительно, мы видим как раз изменения, которые касаются элементов вата-доши. Все, что касается проявлений пита и капха-доши, но относительно спокойно и пребывает в состоянии зеленого спектра. здесь мы даже сюда особо не рассматриваем картинку. Давайте посмотрим, какие изменения произошли по вата-доши. Первое, на что обращает на себя внимание, это же, конечно, изменения со стороны прана-вата, то есть напряжения со стороны прана-вата. Посмотрите, показатель этой субдоши уходит в красную часть спектра и становится больше четырех. Наглядно видно, что идет напряжение со стороны этой субдоши. Что мы знаем в целом о прана-вата? Прана-вата это та субдоша, которая в целом ассоциируется с кислородом. Это как бы такое дословное представление. С кислородом. Кислород что дает организму? Энергию. Это жизненный субстрат, без которого не может существовать ни одна клетка нашего организма. Итак, это кислород, это энергия, которая извлекается организмом в результате сложного процесса горения. Это такие представления аюрведы. Если мы это переведем на более академические знания, медицинские, то мы понимаем, что это тот кислород, который обеспечивает процессы клеточного дыхания, из которых без кислорода клеточное дыхание осуществляться не может, а это ферментативные процессы, глубокие процессы, происходящие в клетке, и, соответственно, при гипоксии, недостатке этой энергии, клетка неполноценно выполняет свои функции. Соответственно, напряжение пранавата говорит о том, что в данном организме наблюдается повышенный расход энергии. Происходит нарушение поступления кислорода, а нарушение поступления кислорода отражает в целом напряжение метаболизма, то есть, о чем мы говорили, метаболизм тканей, те самые клеточные процессы тканевого дыхания, глубокая и тонкие процессы, которые у нас происходят на клеточном уровне. Вот здесь мы как раз и видим отображение напряжения со стороны пранавата. Дальше. Следующие субдоши, которые здесь изменены и характеризуют непосредственно те изменения, которые связаны с дыханием, это вьяновата и удановата. Давайте обратим внимание сначала на вьяноват. Вьяновата находится в состоянии истощения. Нужно сказать, что вьяновата, если разбирать в целом систему дыхания, это та субдоша, которая характеризует так называемый восходящий воздух. Восходящий воздух, ближе к физиологии, это все, что связано с процессом вдоха. Так как процесс дыхания в целом состоит из двух этапов, это вдох или то, что называется инспирация и выдох, то, что называется экспирация. Так вот, вьяновата, если говорить, исходить из аюрведических представлений, это характеристика восходящего воздуха, которая берет на себя, если можно так сказать, ответственность за вдох. и вот то, что идет снижение активности истощения повьяновата, это, как правило, характеризует неправильное дыхание и, как правило, характеризует такой тип дыхания, который называется грудное дыхание. Давайте немножечко отойдем в сторону от нашего конкретного разбора и скажем, что существует два вида дыхания, ну, правильно сказать, три, третий смешанный, есть грудной тип дыхания и есть брюшной тип дыхания или брюшной по-другому еще называется диафрагмальное дыхание. Так вот, правильным дыханием и, обращаю ваше внимание, оно является правильным, физиологичным и нужно сформировать у себя такой тип дыхания, это брюшное дыхание, дыхание за счет диафрагмы. Грудное дыхание, оно является нефизиологичным, так вот, когда мы Если мы видим изменение прана-вата, сочетание с фьяна-вата, которое в истощении, то мы можем подозревать, что у данного человека преобладает грудной тип дыхания. Следующее, на что мы смотрим, характеризуя систему дыхания, это на состояние удана-вата. Удана-вата, опять же, исходим из характеристики системы дыхания. Это характеристика нисходящего воздуха. Нисходящий воздух характеризует выдох, то есть, соответственно, процесс экспирации. Вот сочетание этих трех проявлений прана-вата, вьяна-вата и удана-вата говорит нам о том, что есть изменения, связанные с нарушением функциональной активности дыхания. Ну и мы, конечно же, этому нашему пациенту будем рекомендовать контроль за своим дыханием, и дальше мы это увидим, когда будем проводить сеанс биоуправления. И будем в рекомендациях также направлять, его давать такие рекомендации, как в дыхательной практике ЦИДГУН. Вот то, что является характерным диагностическим признаком по НИДАНА-СУБДОШЕ. Следующая вкладка в модуле НИДАНА. Мы, соответственно, заходим во вкладку НИДАНА-ТХАТУ. НИДАНА-ТХАТУ – это, соответственно, идет характеристика тканей организма. Ну, по представлениям Айурведы, организм человека состоит из семи тканей. Вот они здесь представлены. Значит, каждая ткань ПК-ВИДА-ПУЛЬС просчитывается по 10-бальной системе. И также мы можем говорить либо о нормальном функционировании ткани, либо о выраженном напряжении. Вот что здесь сразу же бросается в глаза – это идет мощное напряжение по РАКТА-ТХАТУ. То есть это вторая ткань. РАКТА-ТХАТУ в целом связана с кровью, а в частности с клеточными элементами крови. Ну, это, так скажем, дословные представления об этой ткани. В целом же напряжение РАКТА-ТХАТУ является одним из неспецифических проявлений любого воспалительного процесса. В данном случае мы имеем дело с воспалительным процессом со стороны верхних дыхательных путей. Вот увеличенное напряжение со стороны РАКТА-ТХАТУ как раз и свидетельствует об этом воспалении. На что еще следует обратить внимание? Вот посмотрите, ну, конечно же, при таком напряжении со стороны РАКТА-ТХАТУ имеется некое истощение со стороны РАСА. ТХАТУ – это первая ткань, это тоже кровь, характеристика крови, но это уже идет характеристика жидкой части. То есть плазмы и, соответственно, всего того, что связано с плазмой. Но мы не на это обратим внимание. Мы обратим внимание на состояние седьмой ткани. Это шукра. Казалось бы, да, здесь проявление шукра на ТХАТУ находится в зеленой части спектра, что, соответственно, отображает как бы показатели нормы. Но если мы посмотрим на колесо, сообщение между собой тканей, то мы увидим, что идет некое истощение энергии по каналам от шукра к РАСА и, соответственно, выраженное напряжение со стороны РАКТА-ТХАТУ. Так вот, напряжение, вернее, снижение активности движения энергии по шукра отображает в целом состояние отжаса. А отжас – это характеристика иммунной системы, то есть защитных сил организма, связанных прежде всего с иммунитетом. Вот, наблюдая здесь такую желтую стрелку, мы можем сказать, что, ну, неявно выраженная, да, если бы это был ярко выраженный процесс, то состояние показателя шукра от ХАТУ было бы в желтой части спектра, а здесь все-таки в зеленой. Но стрелка желтая нам дает такой сигнал, который говорит о том, что некое истощение энергетики по шукра от ХАТУ все-таки присутствует. Еще раз, это характеристика, которая отображает некое снижение отжаса, активности отжаса, то есть это снижение в целом иммунитета. То есть все, что связано с снижением иммунного статуса у нашего пациента, также присутствует. Дальше заходим во вкладку модуля Недана, вкладка называется Панча, Маха, Пхуд. Это вкладка, которая оценивает состояние пяти элементов. Все вы тоже прекрасно знаете, пяти элементов – это эфир, воздух, огонь, вода и земля. Это характеристики, также ДОЖ – это вата, пита и капха. Что здесь у нас получилось при исследовании? Ну, конечно же, преобладает, скажем, показатели огня. Вот, да, огни находятся в красной части спектра, его много, огня много. Ну, и не будем забывать, что перед нами представитель пита типа Конституции, у которых характерно преобладание энергии огня. Но на фоне вот этого высокого огня, посмотрите, происходят некоторые изменения со стороны эфира и воздуха. Значит, вот то, что мы наблюдаем, это характерно для пита представителей, если у них есть какие-то изменения со стороны дыхательной системы. Что же здесь отобразилось? Посмотрите, эфир, показатели эфира находятся в состоянии нормы, а проявление воздуха несколько меньше, чем это нужно. То есть ниже, да, зеленого коридора уходит в желтый коридор. То есть питотип, выраженный огонь, изменения со стороны вот этих вот воздушных элементов эфира и воздуха, да, это проявление как бы со стороны функции дыхательной системы, как раз тоже является одним из показателей того, что есть функциональное расстройство со стороны сферы дыхания. Показатели воды и земли, ну, находятся довольно-таки в нормальных значениях, в средне-нормальных значениях. И последняя вкладка диагностического модуля, на которую мы посмотрим, это вкладка музыкотерапия. Значит, много вопросов по этой вкладке. Немножечко остановлюсь на ней, что мы здесь можем увидеть. Прежде всего, я не буду говорить о том, что можно прослушать музыку своего сердца. У кого есть эта вкладка, все наверняка знают, да, что можно прослушать, как звучит сердце. Соответственно, разные характеристики звучания сердца для питоватой капхоконституции. Но нас интересует вот эта круглая диаграмма, которая отображает, так скажем, распределение в процентах интервалов, так называемых конционирующих или гармоничных, и диссонирующих, то есть те, которые являются негармоничными и тяжелыми. Вот посмотрите, все, что относится к зеленому спектру, в разных его проявлениях, это в той или иной степени проявление конционирующих интервалов, которые характеризуют гармоничное состояние организма в целом. А наличие синего сектора, вот он здесь представлен в виде 20%, то есть это 1,5 часть от всех имеющихся интервалов, попадает в состояние диссонанса, то есть тяжелые негармоничные интервалы. И вот эта вкладка, она наглядно будет отображать динамику состояния пациента. Что это такое? Мы потом дальше, да, уже когда будем двигаться к концу нашего сегодняшнего вебинара, мы посмотрим, как изменились показатели по всем этим вкладкам, которые сейчас подробно разбираем после тех рекомендаций, которые Дмитрию были назначены. И, соответственно, по этой вкладке можно следить динамику состояния человека. Если все рекомендации, которые Вы назначили, они грамотные, то есть они соответствуют данному типу, и главное, что пациент правильно, грамотно и добросовестно все выполняет, то, соответственно, количество вот этих синего сектора, так называемых диссонирующих интервалов, оно должно уменьшаться. Если же нарастает тяжесть состояния, состояние усугубляется, никакой положительной динамики не наблюдается, тогда Вы будете и вот в этой вкладке также наблюдать прирост синего сектора. То есть такая вкладка, которая помогает оценить состояние человека в динамике. На данный момент мы имеем эту вкладку, вот пришел к нам пациент на момент исследования, 1,5-20%. Оценили все показатели диагностического модуля, имеем представление, кто перед нами, в каком состоянии находится. Дальше мы уже, конечно же, будем назначать рекомендации. Давайте сейчас сделаем 5-минутный перерыв, и после этого перерыва перейдем уже к рекомендации. 5-минутный перерыв. Итак, уважаемые коллеги, мы продолжаем. Значит, мы закончили с Вами разбор всего диагностического модуля. Я заглянула в раздел «Вопросы». Давайте я сразу отвечу на вот эти два вопроса и буду двигаться дальше. Значит, первый вопрос, который задает Наталья, форма в раскладке «Спектр», что говорит? Ну, Наталья, что Вы имеете в виду? Я сейчас открою вот этот слайд, где у нас вкладка «Спектр». Если Вы имеете в виду, какова форма непосредственно… Да, пики, я поняла Вас. Значит, форма, которую имеет, так скажем, в спектральном анализе каждый вид регуляции, она говорит специалисту, на какой частоте, так как здесь указан частотный диапазон, произошел тот или иной всплеск. То есть, как сердце, как функциональная система отреагировала, каким механизмом регуляции, какой механизм регуляции включился в тот или иной момент. Спасибо, Дмитрий. А, Дмитрий. Да, пики на определенной частоте. Каждый пик на определенной частоте, он отвечает за функциональное состояние определенной системы. По этой теме была прочитана лекция Олегом Викторовичем Сорокиным, где как раз рассказывалось о функциональных системах. И нужно сказать, что это информация, которая является... Ну, по этой информации пишется книга, да, и поэтому каждая частота, на которой наблюдаются определенные всплески, пики, так называемой, той или иной регуляторной системы, характеризует функциональное состояние определенных систем. Дыхание, пищеварение. Эти все механизмы, они, так скажем, находятся внутри программного обеспечения АПК «Видопульс», благодаря чему и даются те диагностические критерии, которые мы с вами разбираем. То есть каждый пик – это тот частотный механизм, где включаются те или иные регуляторные механизмы, отвечающие за работу той или иной функциональной системы. Поэтому они у каждого человека совершенно разные. Функциональное состояние систем у людей, у самых разных, оно тоже различное. Так, Марина задает вопрос. По вкладке «Биоэнергетика» какие будут показатели, отражающие разбираемое состояние пациента? Ну, я не стала включать вкладку «Биоэнергетика», может быть, это неправильно. У меня как бы свое логическое видение этого процесса. Вкладка «Биоэнергетика» она отображает, так скажем, энергетическое состояние в целом человека. То есть, скорее всего, общие показатели «Биоэнергетического поля» в данном ситуации будут снижены, так как у нас имеются состояние интоксикации токсического процесса. Но на фоне этого общего снижения может быть некое напряжение со стороны легкого. То есть вот тот человечек, который находится в трех у нас эллипсах – желтом, зеленым и красным, соответственно, зеленый фон может быть не до конца заполнен, и, однако, напряжение идет как бы перетягивание энергетического ресурса в сторону дыхательной системы, что говорит, как правило, об остроте процесса. А лекция называет… Так, Марина, я думаю, что я вам ответила на этот вопрос. Значит, я снова к Наталье возвращаюсь. Лекция называется «Состояние функциональных систем». Затем, ну вот сейчас в течение вебинара мы постараемся вам дать ссылку. Вот. Значит, вот появилась ссылка на вебинары о функциональных состояниях. Вот здесь вы можете все подробно прочитать. Это еще раз хочу сказать. Лекция разработчика нашей программы АПК Веда Пульс Сорокина Олега Викторовича. Так, ну, тогда будем продолжать. Мы закончили с вами разбор диагностического модуля и дальше переходим к рекомендациям. Ну, перед тем, как давать какие-то конкретные рекомендации, я хочу сказать следующее, что успех лечения любого пациента определяется не такими уж значительными моментами. Первое и очень важное в успехе лечения является то, что пациент будет соблюдать прежде всего образ жизни, рекомендации по образу жизни, ну, или то, что в нашей классической медицине называется режим дня. И второе – это соблюдать рекомендации, которые касаются диеты. Вот два таких основных момента. Все остальное – это уже сопутствующие, так скажем, факторы, назначение каких-то препаратов. Если человек, если пациент, мы сразу должны с ним договориться, и вот мы договаривались с нашим Дмитрием, да, обговаривали этот момент. Если он согласен продерживаться рекомендацией режима дня или то, что у нас в программе называется рекомендацией образа жизни, если он согласен продерживаться правильной диеты, то тогда, соответственно, мы будем с ним работать, и тогда мы, и он прежде всего, достигнет определенных результатов. Но этих рекомендаций нужно придерживаться не только вот сейчас, когда существует проблема, когда он болеет, страдает, да, этим заболеванием, а придерживаться этих рекомендаций нужно пожизненно, для того, чтобы не вызывать дисбаланса, прежде всего, вот, в состоянии ДОЖ и не вызывать рост ПИТО-ДОЖ. У нас представитель ПИТО-типа Конституции. Итак, мы открываем вкладку «Рекомендации», и первое, с чем мы работаем, это с рекомендациями по образу жизни. Программа автоматически нам подбирает рекомендации для ПИТО-типа Конституции, и это понятно почему. Сразу хочу сказать, что рекомендации даны, конечно же, очень общей, в обобщенной форме. Поэтому здесь представители, да, мы имеем понятие, что представителей ПИТО-типа Конституции много, и они самые разнообразные, и возраст, и, значит, половые, возрастные, социальные и так далее. В плане здоровья. Здесь даны общие рекомендации. Поэтому из всего вот этого общего спектра, да, рекомендаций, мы вычленяем то, что будет характерно для нашего конкретного пациента. Ну, прежде всего, это что? Это режим дня. Режим дня для того, чтобы сохранить оптимальный уровень энергии, для того, чтобы предотвратить повышенные расходы энергии. Мы даем рекомендации, прежде всего, в часовом диапазоне, когда человеку лучше пробуждаться, да, когда лучше ложиться спать, для того, чтобы не истощать свой организм. Также очень большое значение отводится времени для приема пищи, для того, чтобы она в нужном, так скажем, объеме и правильно усваивалась. И, конечно же, здесь дано почасовое распределение для рабочих часов. Повышенная активность, и физическая, и умственная, тоже характерна для определенных часов, определенные часы для каждого типа конституции. Вот с этим режимом дня мы ознакомили Дмитрия, да, сказали ему, что просыпается не позже восьми часов утра, что спать он укладывается не позже пол-одиннадцатого вечера, а не в час ночи, как это обычно у него было принято. Соответственно, с этим он согласился. Согласился он питаться дробно, а не, как мы тоже выяснили, обильный прием пищи в основном приходился на вечерние часы после того, как он приходил с работы. И это был, можно сказать, основной и самый такой по объему и по качеству, по составу приема пищи. Это, конечно же, неправильно. То есть это дробное питание. Для питотипа конституции достаточно и трехразового питания, но лучше всего питаться еще чаще, хотя бы пять раз. Но если так не получается, то три – это тот минимальный уровень, то минимальное количество приемов пищи, которое должно происходить в течение дня. Значит, с этим мы договорились. Что касается диеты, давайте здесь тоже остановимся. Для представителя питотипа конституции пища не должна готовиться с большим количеством масла. То есть все те продукты, которые готовятся путем там зажарки, длительного какого-то там зажаривания на сковородке с большим количеством масла, их нужно тут же исключить. Почему? Потому что для питотипа конституции слишком жирная пища способствует застою в печени. А это все способствует тому, что повышает пито. Перед нами и так пито, соответственно, роста, показатели этой души, ну, незачем, да? Поэтому вот такое вот внимание диете. Нужно сказать, что представители питотипа конституции очень, так скажем, активны в эмоциональном плане. Это тот тип конституции, которому присущи такие эмоции, как гнев, да, раздражение, какие-то другие эмоциональные всплески. Так вот, если мы говорим о приеме пищи, то мы посоветовали принимать пищу в состоянии полного, как бы, эмоционального покоя. Нельзя принимать пищу, когда человек разгневан, да, чем-то он недоволен, какая-то масса отрицательных эмоций. То есть это не только питотипа конституции, а как бы общая рекомендация для всех, потому что пища – это та энергия, которая доставляется в наш организм, и пусть она доставляется с добрыми, так скажем, помыслами, и не нужно во время приема пищи обсуждать какие-то серьезные проблемы, негативные, думать о чем-то плохом, а особенно находиться в состоянии какого-то вот раздражения. Но перед нами питотип, да, соответственно, мы дали ему такие рекомендации. Значит, рекомендация – дробное питание, не менее трех раз за сутки, можно, если получится, и чаще, и не нужно откладывать ужин на сильно позднее время. То есть, соответственно, где-то часов в семь, ну, где-то полуосьмого, это вот, скажем, самое такое вот оптимальное, но не позже этого времени нужно, так скажем, принимать пищу на ужин. Вот такие рекомендации в общем. Дальше я хочу сказать, что очень большое значение в коррекции состояния человека принимает пища прежде всего, и большое значение в Айурведе относятся специи, различным специям. И вы знаете наверняка, что применение различных специй может очень сильно скорректировать то или иное состояние, не изменить эмоциональный статус человека. Мы говорим сейчас о представителе питотипа Конституции, потому что у нас такой конкретный пример. Нужно сказать, что специи для питотипа, ну, они не так широко представлены, как для капха, скажем, или для вата. Конечно, да, специи тоже применяются, но не в таком широком диапазоне. Вот посмотрите, какие специи показаны для представителей питотипа Конституции. Вот здесь у них у нас указаны в колонке, где, да, это кардамон, куркума, мята, фенхель, кинза, кориандр. Пожалуйста, да, продукты питания, в пищу припитавливаемую, там, допустим, в чай, в кофе тот же кардамон добавляется. Это все питотипа показано. Все те специи, которые обладают таким, как бы, горячим действием, возбуждающим действием, значит, для пито они не показаны. И, соответственно, вот здесь в колонке нет, приводятся те специи, которые представителям питотипа Конституции лучше всего исключить. Это корица, базилик, гвоздика, имбирь. Хотя, я сейчас тоже делаю небольшое такое отступление, в связи с тем, что сейчас у нас в стране шествует эпидемия гриппа, и методом профилактики этого вирусного инфекции является прием различных продуктов, в том числе и специи, и имбирь является мощным иммуномодулятором, то на фоне вот такой ситуации, как сейчас у нас в стране, даже пито можно применять небольшое количество имбиря в каких-то смесях, в настоях, либо в большом количестве в чистом виде. Но увлекаться не нужно, потому что это та специя, которая обладает горячим, возбуждающим действием. Итак, значит, специи говорили нашим пациентам, рассказали, какие он применяет, какие он исключает из своего рациона питания. Ну, а дальше идем по вкладкам АПК «Видопульс» и вкладка «Диета». Все вы знаете про эту вкладку. Перед нами появляются три столбика с распределением продуктов питания, которые относятся к идеально оптимальному спектру и те продукты, которые представители питотипа конституции, лучше исключить из своего рациона. Однако, мы тоже сделаем здесь оговорку. все живые люди, да, у всех есть свои слабости и какие-то свои любимые вещи, любимые моменты, в том числе и то, что касается продуктов питания. Если что-то попадает в красный спектр, мы понимаем, этот продукт возбуждает ту дошу, которой и так много. Но если человек не может жить без этого продукта, то мы что можем ему рекомендовать? Если сильно хочется, то можно, да, можно так сказать. Но только в небольших количествах и если это блюдо готовится, то его лучше тогда принимать с теми специями, с теми какими-то приправами, маслами, которые находятся в зеленом и желтом спектре. Для того, чтобы ну как-то нейтрализовать то не очень хорошее действие, которое этот продукт оказывает именно вот на активацию питания. Такие особенности. Здесь нам спектр дает те продукты, которые можно применять в любой ситуации, это в зависимости от типа конституции, но однако выбрав через системно-нозологический фильтр заболевания бронхолигочной системы и конкретную проблему хронический бронхит, бронхит курильщика это хронический бронхит, на данный момент стадия обострения. Как вы видите, некоторые продукты подсветились, выделились жирным шрифтом. Значит, на эти продукты, вот в состоянии, в данном состоянии у Дмитрия, мы говорим ему, что эти продукты должны желательно, как бы желательно в вашем рационе питания. И вот посмотрите, хочу обратить внимание, для питотипа воспалительный процесс это молочные продукты. И показано масло сливочное, ну в умеренных, конечно, количествах и, конечно же, это масло ГИ, полезно для представителей питотипа конституции. Диета. Говорили диету, определились с режимом дня, двигаемся дальше. Следующее, мы попадаем и даем рекомендации по фитотерапии. Значит, соответственно, фитотерапия представлена двумя номенклатурами. Это западная и восточная. И вы тоже об этом прекрасно знаете. Ну вот, я выбираю западную номенклатуру, то есть те травы, которые знают все. И, соответственно, мы получаем здесь также травяной светофор, который включает в себя те травы, которые идеально, оптимально подходят данному типу конституции, питотипу, и те, которые для представителей эпитотипа конституции нужно исключать. Пусть они обладают замечательными противовоспалительными свойствами, восстанавливающими свойствами, но для представителей эпитотипа конституции они, так скажем, бесполезны. Это в лучшем случае. Поэтому работаем только с теми фитокомпонентами, которые находятся в первом и втором столбике. Сразу хочу сказать, что тоже многие задают вопрос, что за цифры стоят напротив всех этих компонентов. Это цифры, которые программа рассчитывает индивидуально для каждого пациента. В данном случае эти цифры индивидуально рассчитаны для Дмитрия. Представителей эпитотипа конституции много, но рейтинг трав будет совершенно индивидуален для каждого человека. Соответственно, чем выше значение, тем более назначим этот фитокомпонент для состояния Дмитрия. Но мы не просто смотрим на эти травы и говорим, можно что-то. Это, конечно, можно заваривать мать и мачеху, можно заваривать алтей, выбрать. Пожалуйста. Это как монокомпонент, который можно принимать, и этот травка, эта составляющая будет оказывать свое полезное действие при бронхите. Но давайте попытаемся сформировать фитосбор. Фитосбор из того, что здесь нам выделено жирным шрифтом. Что выделяет программа жирным шрифтом? Мы также заходим в системно-нозологический фильтр, выбираем заболевание бронхолигочной системы, выбираем проблему хронический бронхит. И из того, что было вначале представлено, некоторые травки, они поднимаются в рейтинге и выделяются жирным шрифтом. Это значит, что нам программа дает своего рода подсказку, что хронический бронхит для данного пациента выбирайте из того, что представлено жирным шрифтом. Попытаемся составить фитоконструктор для лечения хронического бронхита, для того, чтобы облегчить отхождение мокроты, для того, чтобы снять воспалительный процесс с верхних дыхательных путей. Что я формирую в этом фитоконструкторе? Давайте вспомним лекции, которые читал Сорокин Олег Викторович по поводу формирования фитоконструкторов, что он строится на формировании трех компонентов. Три компонента, которые называются фитотерапией царь, царица и воин. Соответственно, что делает царица? Царица это тот компонент, который нормализует дошу, правильнее сказать, влияет на более-таки высокие структуры, то есть на психологический статус, на ментальный компонент. И задача в данном случае для питотипа конституции снизить процесс возбуждения, возбудимость понизить. Мы видели, когда смотрели диагностический модуль, что у данного человека преобладает симпатический тонус, то есть это красная часть спектра и скорость биологического старения больше, чем нужно, то есть процесс возбуждения возбудимости высокий. Поэтому назначаем такой компонент, который относится у нас к разделу царицы, и выбираем препарат, фитокомпонент, который называется сандал. Он у нас будет выступать в качестве царицы. Следующий компонент это компонент воин. Воин это тот компонент, который непосредственно влияет на само заболевание, в данном случае на хронический бронхит. В качестве воина возьмем тоже компонент из зеленого спектра и возьмем этот компонент, который называется мята-перечная. Вот, довольно высокий показатель. Третий компонент я формирую не очень сложный конструктор, всего лишь состоящий из трех травок. Третий компонент который называется проводник. Проводник, который влияет также на душу, но влияет уже на таком физическом, более приземленном уровне. Третий компонент, который мы возьмем его в качестве солодки. солодка уже берется из желтого спектра. Вот солодка, индекс у нее довольно высокий, он составляет 293. И таким образом у нас сформировался фитоконструктор, который включает в себя сандал, мяту-перечную и солодку. Значит, что, в каких соотношениях, если взять в процентном соотношении, то солодки и мяты-перечные мы возьмем в одинаковых количествах, если 100% исходить, то это примерно где-то по 40%. И 20% мы возьмем сандал, который у нас уступает в качестве царицы, влияющей на психологическое состояние, психологический статус. Итак, в равных долях мяты-перечные и солодка ровно в половину одну долю мы берем сандал, все это перемешиваем, весь этот компонент, у нас получается такая смесь. Что мы рекомендуем? Мы рекомендуем брать по 2 чайные ложки такой травяной смеси, заваривать в 200 миллилитрах воды, настаивать и, соответственно, что это получается, чашка, полноценная чайная чашка и принимать вот этот настой 3 раза в день. То есть, не сразу на весь день заваривать и принимать небольшими, так скажем, порциями, а перед каждым употреблением заваривать как свежий обычный чай. Итак, мы порекомендовали Дмитрию брать 2 чайные ложки смеси, заваривать в 200 миллилитров воды, настаивать и принимать примерно 3 раза в течение дня. Так как у него сейчас процесс выражен, то есть, идет обострение, то вот сейчас мы рекомендуем принимать хотя бы одну неделю, хотя недели недостаточно, но мы ему назначаем следующую консультацию ровно через неделю, то есть, мы его будем смотреть после нашего исследования через 7 дней и ему даем такие рекомендации на ближайшую неделю, а дальше уже будем их как-то корректировать, либо сохранять, продолжать, либо может быть что-то отменять или усиливать. Дали такую рекомендацию по фитотерапии. Дальше. Дальше, соответственно, мы переходим, немножко перепрыгиваю, давайте зайдем во вкладку БАДы. Вкладка БАДы это биологически активные добавки, и вам известно, что вкладка БАДы включает в себя препараты нескольких компаний. Соответственно, вы можете работать с препаратами любой компании, которая вам ближе. Ну вот, я в качестве примера выбираю компанию ТРАДА. Значит, что здесь мы видим? Мы выбрали компанию ТРАДА, выбрали также из системно-нозологического фильтра заболевания бронхолигочной системы, выбрали хронический бронхит, появилась продукция, компоненты этой компании, и точно так же происходит распределение по трем столбикам, которые оптимально, вернее, идеально соответствуют нашему пациенту, оптимальные те, которые не рекомендуются. Те, которые не рекомендуются, мы их сразу не рассматриваем изначально. Давайте посмотрим на первые два столбика. Что мы видим? Что в идеальное соответствие не попал ни один препарат, который бы программа выделила жирным шрифтом. То есть это ни о чем пугающем нам не говорит. Мы будем работать с теми препаратами, которые попадают и программа выделяет жирным шрифтом, но они попали в оптимальное соответствие. Будем работать с этими препаратами. Если же будут попадать препараты жирным шрифтом, выделенные в зеленый цвет, пожалуйста, отсюда выбираем. Ну вот сложилась такая ситуация, она тоже бывает. Значит, выбираем из того, что нам предлагают. Заболевания хронический бронхит. Давайте выберем при этом заболевания такие препараты, которые вот здесь я выделяю фиолетовым цветом, мы сейчас с ними познакомимся. это Респиблис и Иммуноблис. Вот два препарата. Соответственно, чисто технически, выделив эти препараты, они у нас появляются в нижнем окне, где полностью дается характеристика и режим их применения. Итак, мы выбрали два препарата. Первый препарат это Респиблис. само название впереди рез респираторное означает дыхание. Этот препарат, который непосредственно влияет на систему дыхания. И вот здесь на этом слайде я привожу те его качества, те его свойства, почему мы остановили на нем свой выбор. Посмотрите, этот препарат облегчает отхождение мокроты. Это тот основной патогенетический механизм, который нас сейчас больше всего интересует. Недопустимо то, чтобы в дыхательных путях происходил застой мокроты, так как там еще и прожилки гнойным содержимым, питотип конституции, гнойные процессы воспалительные протекают ярко. Застойный процесс недопустим для того, чтобы не дать почву, не дать возможности для развития болезнетворных микробов и усилить воспалительный процесс. Поэтому отхождение мокроты, дренажная функция бронхиального дерева, это основное в патогенезе. А этот препарат, он подходит для этого, он облегчает отхождение мокроты. Посмотрите, он применяется не только при бронхите, он применяется и при простудных заболеваниях, которые, как правило, часто сопровождаются кашлем. Итак, за счет чего мокрота отходит? Мокрота отходит за счет того, что увеличивается активность ресничного эпителя, то есть ресничек. Эпителий дыхательных путей, он имеет название ресничный, то есть такие особые выросты есть, слезистые, которые совершают движение по направлению носоглотки, то есть продукция слизи происходит постоянно, но в норме мы этого не замечаем, потому что ресничные эпители, то количество мокроты, которое образуется, оно совершенно нормально и человеком в здоровом состоянии не замечается. Если же это воспалительный процесс, то продукция слизи, продукция мокроты, правильнее говорить, она увеличивается и ее нужно вовремя удалять, опять же, для предотвращения застойных процессов. Так вот, этот препарат активирует ресничные эпители, реснички начинают совершать более активные движения и, соответственно, это способствует лучшему отхождению мокроты. Ну и, соответственно, обладает таким еще и антитоксическим действием. Вот поэтому мы остановились на приеме этого препарата. Этот препарат мы рекомендуем применять, так как расписано и в рекомендациях во вкладке БАДы, рекомендуем применять где-то примерно по одной таблетке, ну, конкретно, одна таблетка два раза в день. Препарат применяется длительно, не только для того, чтобы снять острый процесс, применяется в течение трех месяцев. В чем особенности, которые мы даем рекомендации нашему пациенту, которые улучшат действия республиса, нужно увеличить количество потребляемой жидкости, то есть усилить питьевой режим, и нужно обязательно следить за тем, чтобы в пище присутствовали жиры. Про масло, еда, и вообще в целом про сливочное масло мы уже поговорили, то есть это должно быть обязательно в рационе питания. Второй компонент, который мы выбираем для лечения этого заболевания, это препарат, который называется иммунноблиз. Ну, само название говорит о том, что этот препарат оказывает свое воздействие на иммунную систему. Если есть такие проблемы, да, то, что вот мы наблюдаем изменения функций дыхательной системы на фоне простудного заболевания, на фоне курения, как основного агрессивного фактора, то, конечно же, снижение иммунного статуса присутствует. Что делает иммуноблиз? Самое такое простое и понятное, он способствует нормализации иммунных реакций в целом, повышает иммунный статус при простудных заболеваниях, которые, так скажем, простимулировали обострение бронхита. Он применяется еще и как комплексный препарат, потому что обладает, выступает в качестве антиоксиданта, а значит способствует сохранению целостности клеточной мембраны. Не разрушается клеточная мембрана, значит она клетка сохраняет свою функцию. И этот препарат иммуноблиз выступает в качестве иммуномодулятора и еще и обладает противовоспалительным действием. Вот сочетание этих двух препаратов иммуноблиз и респиблиз про которые мы сейчас говорили они как бы усиливают потенцируют действия друг друга. Поэтому мы и выбрали эти два препарата и назначили их в комплексе. Соответственно этот препарат применяется также по одной таблетке два раза в день, как и респиблиз применяется также в течение длительного времени, то есть примерно где-то три месяца с целью иммунокоррекции и снятию воспалительных процессов. Это то, что касается приемов стороны биологически активных забавок. Что мы можем еще порекомендовать? Мы еще можем зайти во вкладку арома и соответственно порекомендовать еще применение ароматерапии. Роль ароматерапии в последнее время отводится значительная роль влиянию ароматерапии. Ароматерапия может применяться на самых различных уровнях, но мы порекомендуем Дмитрию применять в виде аромакомпонента сейчас я на них остановлюсь, в виде аромалампы дома применять аромалампу и вдыхать ароматы этих масел, которые нам программа посоветовала, мы выбрали их для коррекции хронического бронхита. А также можно назначать массаж с этими аромамаслами на область грудной клетки, передней поверхности грудной клетки и соответственно массажные действия плюс аромовоздействия также окажут свое влияние при лечении хронического бронхита. Итак, что мы выбираем во вкладке арома? Вкладка арома в новой версии также включает в себя системно-назологический фильтр, где мы также выбираем заболевание бронхолигочной системы, заболевание хронический бронхит, и вы видите, что появляются те аромокомпоненты, которые есть и в зеленом столбике, то есть идеальном соответствии, и в желтом столбике, то есть те компоненты, которые оптимально соответствуют. Все те же масла аромокомпоненты, которые попали в красный столбик, мы их опять же не рассматриваем. Давайте выберем из зеленого столбика тот компонент, который находится на самой верхушке в рейтинге, значит, это у нас фиалка, и выберем из желтого спектра масло эвкалиптовое. Почему мы остановились на этих двух компонентах? Начнем с эвкалипта. Эвкалипт своими свойствами известен давно, известен многим. Эфирное масло, которое применяется в медицине, содержит в себе такое вещество, правильно называть его спирт, это эвкалиптол, в окончании ол, это спирт. Так вот, эвкалиптовое масло, в частности, эвкалиптол, которое в нем содержится, в нем находится огромное количество фитонцидов. И вот эти фитонциды, они обладают мощным антисептическим действием. То есть, они эффективны по отношению к большому количеству болезнетворных микроорганизмов. помимо того, что фитонциды эвкалиптового масла обладают антисептическим действием, они еще обладают и отхаркивающим действием. Опять же, сочетаемость двух факторов отхаркивающее действие, дренаж, плюс антисептическое действие имеют прямые показания при лечении хронического бронхита. Все, что касается фиалки, аромата фиалки, также применяется в виде аромамасел. Фиалка обладает также противовоспалительным эффектом и обладает отхаркивающим действием. Соответственно, мы можем порекомендовать что-то одно в виде монотерапии, ароматерапии, либо эвкалиптовое масло, либо масло фиалки, либо можем порекомендовать и два компонента в качестве чередований. Это уже на усмотрение, мы остановились на этих двух препаратах, остановили свой выбор. Дальше. Дальше мы переходим к модулю, который называется физиотерапия. Посмотрите, я перешагнула модуль йога, потому что Дмитрий не знаком с этой методикой, он не занимается йогой, и сейчас его нагружать чем-то новым, обучать его каким-то упражнениям, асанам, я не считаю на данный момент целесообразным. Когда он выйдет из своего острого состояния, мы можем ему в дальнейшем порекомендовать заниматься упражнениями йоги. Пожалуйста. Сейчас я перешагиваю через эту вкладку, и мы заходим во вкладку физиотерапия. Вкладка физиотерапия включает в себя тоже две составляющих. Вы видите, здесь есть такой компонент как рикта и КВЧ. Физиотерапия при помощи препарата рикта и КВЧ. Исходя из состояния нашего пациента, его заболевания, его общего статуса, я рекомендую назначить ему лечение КВЧ. То есть это влияние крайне высоких частот. Это физиотерапия. Хочу сразу остановиться по лечению физиотерапии. Физиотерапия обладает мощным воздействием на организм. Поэтому все подряд, все процедуры, которые включают в себя физиотерапию, назначать одному пациенту одномоментно не нужно. Это может вызвать, мы можем перегрузить человека. Поэтому мы дифференцированно останавливаемся на чем-то конкретном. Мы не можем назначить ему РИК, КВЧ, и дальше какие-то еще методы воздействия. Вот из этого модуля физиотерапии мы выбираем КВЧ. Также оказалось, что Дмитрий дома имеет несколько различных приборов медицинской направленности. Спросили, что у него есть. Ну, оказывается, что у него в семье есть такой прибор, который называется водолей. Это прибор, который как раз используется в качестве КВЧ-терапии. Ну, для чего этот прибор, он как бы не знал, но мы его сейчас посвятим в особенности работы этого прибора и познакомим непосредственно с этим методом физиотерапии. Что позволяет нам АПК Ведопульс в этой вкладке? Посмотрите, мы зашли в модуль КВЧ. Обязательно нужно выбрать дату, с которой планируется начать лечение. Ну, вот мы подбирали здесь соответственно даты и чтобы для наглядности выбрали вот сейчас для разбора в качестве вебинара сегодняшнюю дату. Далее мы выбираем из системно-назологического фильтра группу заболеваний, это вот заболевание бронхолигочной системы, мы выбираем хронический бронхит как конкретную форму заболевания и программа нам автоматически предоставляет рецепт. Посмотрите, рецепт рассчитан на 5 дней. На 5 дней исходя из того, с какого дня мы начинаем лечение. Этот рецепт включает в себя определенные биологически активные точки, вот посмотрите, здесь они все друг за другом перечислены, при помощи вот этого прибора водолей, который работает в области крайне высоких частот, Дмитрий находит эти точки, которые, вот посмотрите, показаны здесь же в атласе, Нажав на кнопочку биологически активная точка, нажимаем на первую точку, это точка R27, она появляется у нас здесь в виде иллюстрации. Вот она, точка R27. Мы понимаем, что эта точка принадлежит к меридиану почек. Здесь, опять же, даны две номенклатуры. R, меридиан почек, REN, по-другому почка с латинского, это французская номенклатура, а K, это тоже меридиан почек, но это только уже английская номенклатура, поэтому здесь R27, а в атласе обозначается как K27, то есть та и другая номенклатура, они имеют право на существование, но точка одна и та же. Соответственно, нажав на эту точку, нам показана иллюстрация с изображением этой точки. На эту точку, так скажем, происходит воздействие прибором КВЧ, в данном случае водолеем, время воздействия на каждую точку 5 минут, этого достаточно, затем переходим на другую точку, V15, у нас будет появляться новая картинка с указанием конкретной точки. Каждая точка описывается, ее, так скажем, положение, за что она отвечает, какое, так скажем, действие оказывает на организм воздействие на эту точку непосредственно методом крайне высоких частот. Таким образом, мы сформировали рецепт, но этот рецепт, Дмитрий же не может ходить к нам каждый день и смотреть, где эти точки, и мы тоже не имеем такой возможности каждый день встречаться с одним и тем же пациентом. Для этого в программе есть такая вкладка, которая называется «Сохранить заключение». Нажав на эту вкладку, автоматически у вас на рабочем столе или куда вы его хотите сохранить, появляется этот рецепт с расписанием всех этих точек и появляется атлас с изображением каждой точки. То есть в бумажном варианте или в электронном варианте Дмитрий, придя домой, будет видеть рецепт, который назначен на каждый день. Он видит соответствующую картинку, описание каждой точки, может сам найти, может по картинке сориентироваться и проводит вот такое лечение с помощью КВЧ-терапии. Данный рецепт, еще раз хочу сказать, и вы здесь видите, он рассчитан ровно на 5 дней. Ну, этого будет достаточно, пока он к нам через неделю придет, потому что мы будем еще сейчас это сочетать еще с одним физиотерапевтическим методом. Когда же он к нам через неделю придет, мы оценим его функциональное состояние. Если доктор посчитает, что метод воздействия КВЧ нужно продолжить, мы снова зайдем в эту вкладку, выберем нужную дату, от которой будет начато новое лечение, и у нас будет появляться следующий рецепт на следующие 4 или 5 дней, это в зависимости уже от особенностей программы и от даты. Все подбирается совершенно индивидуально. Вот смотрите, значит, мы перешли к физиотерапии, физиотерапию мы усилим еще не только воздействием КВЧ-терапии, но еще мы усилим массажем стоп. Для этого мы заходим во вкладку, которая называется массаж стоп и здесь у нас появляется примерно такой же интерфейс, чтобы было понятно. Сразу хочу сказать, что стопа имеет огромное количество биологически активных точек, воздействие на которые имеют проекции на самые различные функциональные системы. Это уже относится больше к методу китайской терапии, но тем не менее, почему нам не усилить воздействие физиотерапии такой как КВЧ методом еще массажа стоп. Что мы здесь имеем? Мы также выбираем заболевание бронхолигочной системы, выбираем хронический бронхит и перед нами появляется изображение стопы. Здесь так изображены только проекции определенных функциональных систем, ну или органов по-другому. Вот они перечисляются в строго определенной последовательности. Что мы рекомендуем? Мы также распечатаем это заключение и в домашних условиях Дмитрий будет проводить массаж. Массаж можно проводить просто пальцами, подушечками пальцев и соответственно начинаем мы с первой области, которая указана здесь у нас в программе, это область почек. Выделив область почек мышкой, появляется изображение, где находится эта область. дается характеристика этой области и осуществляется массаж этой области, как правило, он осуществляется кончиками пальцев. В программе все написано по направлениям от пальцев к пятке, то есть, другими словами, по часовой стрелке нужно пройти где-то от 4 до 6 раз. Если вы знакомы с таким прибором, как Ведолазер, то на эту точку можно воздействовать также и прибором Ведолазером. Если такого нет, то это просто воздействие подушечками пальцев. Ступней у нас две, правая соответственно и левая, поэтому рекомендации будут даны массажные воздействия и на одну ступню, и на другую ступню. То есть, КВЧ-терапию мы усиливаем вот этим методом физиотерапии, как массаж ступ. Точно так же мы распечатаем это заключение, где будет изображение стопы с указанием всех этих зон, которые здесь перечисляются. Даем рекомендации опять же пока на неделю до контрольного посещения повторного для оценки текущего состояния. а вот теперь я хочу сделать небольшое отступление. Мы с вами прошли по всем вкладкам, по возможным реабилитационным моментам, еще на некоторые перейдем в конце нашего вебинара. А сейчас я хочу попросить Дмитрия нашу техническую поддержку, чтобы он сейчас поставил видеоролик. Видеоролик будет посвящен методу биоуправления. Вы наверняка знаете, что существует метод биоуправления или он ВПК видопульс называется медитация или биологически обратная связь, когда происходит в форме игрового так скажем общения регулярного системы изменения функций системы дыхания, а в целом и воздействия на все функциональные системы. Дыхание это та единственная система нашего организма, которая подчинена сознанию. И именно функцию дыхания мы можем контролировать. Мы можем контролировать вдох, выдох и таким образом изменять свое функциональное состояние. Так как у Дмитрия идет изменение дыхательной функции, то биоуправление или по-другому медитация ему показано напрямую. Почему? Потому что во-первых мы видели, что характерен грудной тип дыхания, нужно перестроить это на брюшной тип дыхания. Значит давайте посмотрим этот видеоролик, который мы записывали заранее с Дмитрием, где даются рекомендации, как правильно дышать, для того, чтобы сформировать у себя правильный режим дыхания и как это будет отражаться на изменении индексов тех интегральных показателей, которые мы оценивали в самом начале. Производим исходную запись в течение 5 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас запущен видеоролик, где показывается самое начало. Вот и как раз задается вопрос с Галиной. Вначале делается, конечно же, исходная запись. Запись для того, чтобы определить то состояние, в котором находится у нас Дмитрий. Это исходное состояние в виде одного из слайдов я показывала, показатели были индексов, от которых мы уже отталкивались. Значит, конечно, у нас идет исходная запись для того, чтобы мы увидели показатели индексов, а по истечении пяти минут мы будем проводить сеанс биоуправления. И в этой видеозаписи у нас два сеанса биоуправления, где Дмитрий будет в течение двух сессий распускать цветочки. И затем, здесь как раз видеоролики эта запись, это уже записанный материал, будет оценка тех показателей, которые были до биоуправления, то есть медитации, и после биоуправления, как оно изменилось в динамике. Ну и пока идет запись пять минут, что у нас осталось еще полторы минуты, я сразу отвечу на вопросы, которые Наталья записывает. Писала здесь, не писала. А может оказаться у человека аллергия на выбранное видопульсом аромамасло? Конечно, может. Это очень и продукт питания, это очень индивидуально. Программа, конечно, не может указать, что у данного конкретного, у нашего пациента Дмитрия, допустим, аллергия на эвкалипт, который мы выбрали. Он рекомендован, но организм у всех индивидуален, и некоторые продукты организму не переносятся, допустим, в результате того, что идет недостаточность каких-то ферментов. Это очень индивидуально. Поэтому, конечно же, такое может быть. Поясните, почему при медитации сильно активируется красный диапазон. Красный диапазон в спектре имеется в виду. Я объясню это в течение видеоролика. Там будет это показано. Давайте его посмотрим. Если вопрос останется, я, конечно же, на него отвечу. Но в этой видеозаписи есть ответ на этот вопрос. Конечно, если медитацию вы делаете ежедневно, то исходную запись нужно делать тоже ежедневно. Мы же отталкиваемся от каких-то исходных значений, они меняются день ото дня. На фоне той же самой терапии, да, индексы могут улучшаться, либо ухудшаться, если человек не принимает никаких действий. Поэтому исходную запись мы делаем всегда. Итак, после проведения записи мы должны ее оценить и посмотреть наличие артефактов. Если такие есть, мы должны провести их коррекцию. После чего мы оцениваем индексы текущего состояния, где видим, что уровень стрессового напряжения составляет 309 условных единиц. И показатель этого индекса попадает в желтый спектр, что говорит о неком напряжении стресс-реализующих систем, неком переходном состоянии между нормой и патологией. Совершенно адекватно с этим индексом увеличен индекс цены адаптации 53%, что говорит о некой более высокой цене, высокой адаптационной реализации в тех условиях, условиях стресса, в которых в данный момент наши исследуемые находятся. Индекс морфункционального состояния 65%, что соответствует среднему уровню функционального состояния. Если же мы посмотрим на скорость биологического старения или другими словами соотношение между процессами возбуждения и торможения, то, как видно из полученных результатов, индекс этот увеличен, что говорит о преобладании механизмов возбуждения. Вот такие результаты мы имеем исходные. Теперь мы попросим нашего исследуемого Дмитрия выполнить биоуправление и в результате биоуправления мы оценим соответственно индексы, которые будут после этого процесса. Значит, здесь мы, Дмитрия, просим правильно дышать, таким образом, чтобы вот этот двигающийся синий столбик, который здесь показан, превосходил выставленную программой поперечную синюю черту. Поперечная синяя черта – это не что иное, как пороговое значение RR-интервала, того самого RR-интервала, который программа как среднее значение установила для Дмитрия. И задача его, Дмитрия, сделать таким образом, чтобы синий столбик превосходил эту синюю черту. Может он сделать это одним-единственным способом – правильно дышать. Дышит у нас Дмитрий в таком сейчас режиме, что дыхание, которое заключается в двух процессах – вдох и выдох, на, так скажем, процесс выдоха он уделяет большее внимание. Примерно в соотношении где-то единица, если мы так в соотношении проводим единица на вдох и где-то полтора-два в таком соотношении на выдох. То есть пролонгируется фаза выдоха. Если происходит удачное дыхание, Дмитрию удается расслабиться за счет установки своего дыхательного режима, то синий столбик поднимается вверх и параллельно с этим происходит распускание цветочков. Количество распущенных цветочков указывается здесь же в программе. И, соответственно, на данный момент Дмитрию удалось распустить два цветка. В норме за 5-минутную сессию, видите, время идет пять минут, нужно распустить от 7 до 10 цветочков. Помимо того, что Дмитрий дышит правильно, он еще должен при этом удобно расположиться, он у нас сидит, значит, соответственно, он должен сидеть удобно, снять с себя напряжение, прежде всего, мимической мускулатуры верхнего плечевого пояса и сейчас, вот можно так сказать, зациклиться прямо на процессе дыхания, чтобы мысли не уходили никуда в сторону, чтобы он не думал ни о каких-то своих насущных проблемах, то, что его волнует, допустим, сейчас, вот на данный жизненный момент, а именно вот сконцентрировался на процессе дыхания. И вот в этот момент, когда выдох пролонгируется, активируются механизмы регуляции, которые соответствуют зеленому спектру диапазона, то есть механизмам релаксирования. Система дыхания, система работы сердца, они очень взаимосвязаны между собой, соответственно, активируются механизмы, связанные с активацией парасимпатической нервной системы. И тогда, когда удлиняется фаза выдоха, это способствует восстановлению работы сердца. То есть сердце в этот момент, будем так говорить, отдыхает. И пациенту, можно образно так сказать, удается распустить свой цветок сердца. Но уметь расслабиться, это не так просто. Это труд, которому нужно обучиться. Эта программа как раз формирует навык, который называется биологически обратная связь. То есть навык в виде условного рефлекса. Итак, прошло 5 минут. Ну вот сейчас мы видим, что закончилась первая сессия. Первой. И в архиве исследований появляется значок с цветочком, который говорит о том, что эта запись непосредственно было биоуправление. Делаем второй сеанс. Значит, мы можем увеличить количество сессий. таким образом мы видим, что идет начало второй сессии, которая также длится 5 минут. Обратите внимание на изменение уровня поперечной синей черты. Если в первом случае показатель поперечной черты составлял где-то примерно 750 миллисекунд, то теперь поперечная черта опустилась вниз и даже не доходит до уровня 700 миллисекунд. Где-то примерно 680. Почему это произошло? Это произошло потому, что в первом, так скажем, сеансе биоуправления Дмитрию не удалось распустить достаточное количество цветочков. То есть ему не удалось эффективно расслабиться, но что вполне естественно, он делает это первый раз. И мы, так скажем, даем ему рекомендации, соответственно, программа индивидуально для каждого пациента, который работает с этой системой, подстраивается. И если это тяжело делать, так скажем, с первого раза, то, соответственно, планочка, порог, трудность задачи снижается. То есть программа, будем говорить такими словами, как бы поддается пациенту. И вот мы эту ситуацию как раз и наблюдаем. Дмитрий у нас продолжает дышать, так как мы ему сказали. То есть еще раз, да, мы зацикливаемся на процессе дыхания. Выдох несколько пролонгируем. Пролонгируем его в соотношении вдох-выдох 1 к 1,5, 1 к 2. Но нельзя делать очень выраженную фазу выдоха, то есть задерживать дыхание, особенно вот для такого неподготовленного пациента. Почему? Потому что если сделать очень, так скажем, длительную фазу выдоха, то после этого очень сильно захочется вдохнуть. И вдохнуть глубоко. А вот этот глубокий вдох, он активирует все механизмы возбуждения. И нарушается весь механизм релаксации. Поэтому пока организм еще не приспособился к изменению дыхания, мы делаем вот такое вот совершенно физиологическое соотношение вдох-выдох 1,5, 1,2. Затем уже, если эта ситуация биоуправления происходит постоянно, то, соответственно, фаза выдоха может еще становиться дольше. Тогда и частота дыхания будет уменьшаться, что также является совершенно физиологичным. То есть физиологичным не является глубокое и частое дыхание, а оно является, наоборот, более правильным, когда дыхание медленное и идет удлинение фазы выдоха. Ну вот, Дмитрию удалось распустить уже 4 цветка. Сразу хочу сказать, что сессии можно сделать до 6. Соответственно, когда к вам приходит пациент, вы назначаете ему биоуправление, сразу 6 сессий назначать не нужно. Начинаем с одной, двух, через какое-то время увеличиваем их до 3, до 4. Почему нельзя сразу назначать все 6 сессий биоуправления? Представляете, это 30 минут работы на неподготовленный организм. Соответственно, это колоссальный труд, это задача, с которой пытается справиться человек. Он никогда этого не делал. Как правило, напрягаться организм умеет очень легко. То есть справляться с какой-то опасностью, приходить в состояние мобилизации. А вот расслабляться организм не умеет. И ему этому нужно научиться. А значит, перед ним поставлена определенная задача. Задача сложная. И на первых парах идет активация симпатической нервной системы. То есть того красного диапазона в спектре, про который вот здесь вот спрашивает Дмитрий. На первых парах такое возможно. И это совершенно нормально. Это говорит о том, и вот мы сейчас в конце записи увидим, что у Дмитрия тоже произошли эти изменения. Это говорит о том, что человек старается выполнить эту задачу. Когда он к этому привыкнет и научится контролировать свое дыхание, контролировать свой процесс релаксации. Изменения в красном диапазоне наблюдаться не будет. Вот мы сделали два сеанса биоуправления, которые обозначаются в архиве исследований цветочками. Давайте посмотрим на эти исследования. Исключительно на запись. Значит, пока нас интересует запись в РС, мы должны убедиться, что здесь все записано чисто и нет никаких артефактов. Вот здесь как раз их и не наблюдается. И после этого мы уже можем посмотреть индексы. И вот то исходное значение, которое было в самом начале, мы видели индекс стресса, да, это основной показатель, который мы оцениваем, составляет 309, переходное состояние желтый коридор, то после первого сеанса биоуправления, если мы оценим этот индекс, он уходит в показатель зеленого коридора, то есть состояние нормы составляет 106. При этом совершенно адекватно снижается цена адаптации, она тоже находится теперь в условиях нормы. И состояние морфофункциональное тоже поднимается в верхний коридор и составляет теперь 90%. То, что скорость биологического старения увеличилась по сравнению с тем, что было, давайте, здесь у нас было 4,5, после первого сеанса биоуправления стало 10,1, это говорит о том, что Дмитрий очень старался и выполнял ту задачу, которая была перед ним поставлена, а это довольно-таки сложно, это труд, он включил все свои механизмы активации, справился с задачей, поставил себе правильное дыхание, так как он делает это впервые. Ну вот, таким образом мы посмотрели видеозапись, которую мы снимали с Дмитрием в виде такого видеоролика. Значит, отвечая на вопросы Дмитрия в чате, значит, растет ИТП тоже, Total Power. Конечно, Total Power будет расти, Total Power – это интегральный показатель всех механизмов регуляции. Выросло влияние симпатического тонуса, да, симпатической нервной системы, Total Power тоже растет, но растет он за счет механизмов возбуждения на первых этапах работы. Я вас уверяю, что если формируется навык, то Total Power будет расти, но за счет того, что начинать будет преобладать механизм релаксации, то есть зеленый тон. Так, значит, я давайте продолжу, а потом посмотрю еще вопросы. Значит, мы провели все возможные, так скажем, диагностические мероприятия, дали рекомендации, даже провели сеанс биоуправления, рекомендуем Дмитрию, так скажем, проводить. Можно проводить его в домашних условиях при помощи видопульс домашний, который как раз включает в себя оценку состояния в виде интегральных индексов, и, соответственно, там же есть и сеанс биоуправления. Биоуправление, кто знает, есть в виде цветочка, то есть такой более статичный вариант. Есть сеанс биоуправления в виде велогонок, это уже, соответственно, игровой сюжет в виде движения. И нужно сказать, что биоуправление нашей компании несколько усовершенствуется. Будет еще два варианта воздействия игрового. Это, соответственно, будут называться рунические камни. Принцип тот же самый, когда при помощи изменения своего дыхания нужно будет в нужной последовательности составлять камни, строить определенные конструкции, следить за сюжетом и изменять какую-то конструкцию. Дальше. Дальше Дмитрия мы отправляем на неделю с этими рекомендациями. Он обещает нам их выполнять. И приглашаем его на обследование через одну неделю. Давайте посмотрим, что случилось через неделю. Оцениваем показатели интегральные. Это показатели вкладки индекса. Что же мы здесь наблюдаем? Дмитрий у нас проводил дома ароматерапию, придерживался определенного режима дня, питания, применял эти БАДы, которые мы рекомендовали. Проводил массаж стоп регулярно и применял метод КВЧ-терапии. Ну вот, посмотрите, что стало через неделю. Значит, индекс напряжения теперь составляет 117. Мы видели, что этот индекс был равен 309. А теперь он 117. В связи с этим цена адаптации тоже уходит в зеленую часть спектра. Состояние морф функциональное 95%. Скорость биологического старения, если вы помните, была 4,5, теперь 3,5. То есть все равно преобладают процессы возбуждения, но имеют тенденцию к своему снижению. То есть уже по интегральным индексам мы понимаем, что наблюдается положительная динамика. Теперь давайте посмотрим, что произошло со стороны спектра. Первое, на что обращаем внимание, это Total Power, то есть тот интегральный показатель оценки в целом жизненного статуса адаптационных возможностей. Теперь он равен 1672. Изначальный показатель был 967, мы говорили, не дотягивал до 1000. Теперь он увеличился и входит в предел средней статистической нормы 1,5-3 тысячи. Произошло какое-то определенное изменение со стороны распределения спектра, но опять же давайте посмотрим, оно незначительное. Все равно преобладает красная часть спектра, то есть преобладает влияние механизмов возбуждения, то есть преобладает влияние симпатической нервной системы. Если мы посмотрим на вкладку гистограмма, что мы здесь видим? Что гистограмма все-таки теперь стремится к центру, если она стремилась влево, то теперь она все-таки как-то попадает в предел желтых границ. Нет уже такой ярко выраженной амплитуды моды, амплитуда моды составляет теперь 42%, если помните, она была 60%, то есть в этом случае ситуация улучшилась, и соответственно диапазон размах, вариационный размах составляет 219, то есть здесь наблюдается также определенного рода положительная динамика. Вкладка меридианы. Давайте оценим теперь вкладку меридианы, что же мы здесь видим? Уходит напряжение со стороны первого меридиана, меридиана легкого, теперь он находится в зеленой части спектра, но вот здесь прям так наглядно получилось, а получилось следующее, то что посмотрите, все меридианы находятся в той или иной степени в зеленом диапазоне. А восьмой меридиан, это меридиан почек, он находится как и был, в состоянии истощения. Давайте это запомним и сейчас чуть дальше про это проговорим. Восьмой меридиан, мы сказали, характеризует энергию ЦИ. То есть несмотря на то, что как бы выправилась ситуация со стороны функции дыхания, улучшилась со стороны меридиана почек идет истощение, значит идет все равно энергетический дефицит. Дальше двигаемся. Двигаемся мы по меридиану, по вкладке недана. Вкладка недана, но обратите внимание, что абсолютно все субдоши по всем трем махадошам, практически все находятся в зеленом диапазоне. Нас интересовало изначально те изменения, которые были по ватадоши, прана была в напряжении, теперь прана в состоянии нормы. Удана вата и вьяна вата также находятся в зеленом спектре. То есть мы можем сказать, что динамика явно положительная, и Дмитрий скорее выполнял все те рекомендации, которые ему были назначены. Следующая вкладка. Мы оцениваем вкладку по недана, это ТХАТО. Если помните, изначально было мощное напряжение, находилось рак ТХАТО, что свидетельствовало о выраженности воспалительного процесса. Теперь рак ТХАТО находится в зеленом диапазоне, и посмотрите, увеличилось влияние расы ТХАТО. И все ткани в каком-то таком определенном балансе, то есть находятся в зеленом коридоре. И ШУКРА также выросла, та ткань, которая говорила нам о том, что имеется определенный дефицит иммунологического статуса. То есть на данный момент все ткани тоже определенной стабильности. Если мы откроем через неделю вкладку недана Панча Махабхуд, теория пяти элементов, посмотрите, что здесь. Здесь снизился показатель огня, несколько видоизменились показатели ВАТ, это эфир и воздух. Если воздух был в таком заниженном состоянии, теперь он увеличился. И можно сказать, что показатели всех пяти элементов тоже находятся в состоянии некого баланса, то есть они пребывают в зеленом диапазоне. Если мы посмотрим на колесо взаимодействия между всеми пяти элементами, ну, хочу сказать, такое бывает редко, но вот в данном случае мы видим, что всеми между пятью элементами находятся зеленые стрелки, то есть гармоничное движение энергии между этими пятью составляющими. вот та вкладка, про которую мы говорили, вкладка «Музыка сердца», где можно прослеживать динамику состояния по наличию консонирующих и диссонирующих интервалов. Посмотрите, синий сектор, тот, который отвечает за негармоничные тяжелые диссонирующие интервалы, он первоначально, если помните, составлял 20%. Мы говорили, одна пятая часть от спектра, то теперь этот сектор ровно в половину меньше, то есть он составляет 10%. Вот уже даже здесь, да, на таком вот уровне мы посмотрели, и мы сразу делаем вывод, что налицо положительная динамика того состояния, к которому к нам обратился пациент. Посмотрели, да, видим положительную динамику. Где-то улучшилось совершенно замечательно, где-то есть еще какие-то определенные моменты, от которых хотелось бы подкорректировать. Так как основные изменения шли со стороны функции системы дыхания, давайте мы на ней остановимся. Почему? Потому что если мы говорим о меридиане легкого, да, он вошел в зеленую часть спектра и вроде как все нормально, но меридиан почек, который свидетельствует об энергии С, остается еще в желтой части диапазона, то есть недостаточно энергии. Так вот, по представлениям китайской медицины, дыхательная система, она включает в себя три уровня. Дыхательная система вообще, да, вот если ее посмотреть чисто анатомически, она сама по себе имеет вид такого дерева и даже называют в анатомии бронхиальное дерево. Но это в том плане, что бронхи, которые заходят в легкие, начинают делиться на сегментарные, на долевые, на сегментарные и формируется как бы такое бронхиальное дерево. Но вот еще, если посмотреть на тонком уровне китайской медицины, то система дыхания тоже включает три уровня, как дерево. И легкое, как непосредственно рабочий орган, принимающий участие в дыхании, это ветви дерева, то есть это самая верхняя структура. У любого дерева есть ствол, к которому крепятся эти ветви. Так вот, в дыхательной системе эту функцию выполняет печень. Есть основания, благодаря которому дерево крепится и держится, да, это корни дерева. Так вот, корнями дерева в дыхательной системе, по представлениям китайской медицины, являются почки. И если первые две структуры сейчас находятся довольно в гармоничном состоянии, то корни дерева недополучают, вернее, и не дают, другими словами, организму достаточное количество энергии. Значит, нужно обратить внимание вот на эту более такую глубинную структуру. Восстановить именно энергию почек, а значит восстановить в целом энергию ци. Как это можно сделать? Ну, какие мы даем здесь рекомендации по восстановлению энергии почек? Ну, прежде всего, это правильное питание. Что такое правильное питание? Ну, естественно, это питание по тому типу конституции, которая присуща данному человеку, это первое. И второе, это определенные продукты питания, сейчас я выставлю следующий слайд, которые непосредственно питают энергию почек и должны быть сейчас в рационе питания у нашего пациента. Далее, мы рекомендуем методику ЦИГУН, которая включает в себя и гимнастику, и дыхательные практики, то есть мы рекомендуем обратиться к определенным специалистам для того, чтобы восстановить эту функцию до конца. И третье, это работа с биоритмологическими точками. Это тоже касается программы АПК «Видопульс», и мы сейчас тоже дойдем до этой вкладки. Итак, первое, это правильное питание. Что же должно включать в себя это питание? Те продукты, которые укрепляют и стабилизируют почки. Как вы видите, здесь есть определенные травы, такие как римания-клейка, это ягоды деризы, или всем они сейчас известны как ягоды годжи, это трава такая, как горец многоцветковый, кора коричневого дерева, или то, что мы наиболее часто слышим и употребляем, как корица. Это бархат китайский. Если мы говорим о продуктах питания, то это морские водоросли. Здесь же можно включить морскую капусту, пенхель, сельдерей и обильное теплое питье. Ну вот такие небольшие как бы особенности, которые включают те продукты, которые питают энергию почек. Про энергию цигун, про методики цигун я уже сказала, и теперь давайте остановимся на биоритмах. Значит, в программе «Видопульс» есть такая вкладка, которая так и называется. Это вкладка, которая относится к традиционной китайской медицине, модуль ТКМ, традиционной китайской медицины. Здесь есть несколько также элементов, из которых мы выбираем биоритмы. Что такое вкладка биоритмы и как ей пользоваться? Подробно рассказывалось в уроках обучающих и также в вебинарах разработчикам этой вкладки. Это нашим врачом-рефлексотерапевтом Косинцевым Сергеем Викторовичем. Буквально, как практически применять вот в нашей конкретной ситуации. Проблемы идут по меридиану почек. Значит, мы выбираем непосредственно главный меридиан. Вот главный меридиан. Главный меридиан обозначается почек. Это буква R, REN, почка по-латински. Значит, мы выбираем этот меридиан. И следующий элемент, который мы рассматриваем, это столбик, который называется точка УСИН. Это такая группа, которая объединяет в себя часть биологически активных точек. Вот на данный момент это попадает в точку F1. Нажав на эту точку F1 по меридиану R, да, почек, соответственно, у нас попадает, здесь плохо видно, у кого есть эта программа, вы знаете наверняка, да, выпадает определенный рецепт. Но, опять же, нужно обязательно выбирать дату, в которой мы работаем. Ну, дата, как правило, меняется, но, тем не менее, есть календарь. Вот он здесь, также в программе указан. И обязательно нужно следить за тем, чтобы это соответствовало той дате, в какую вы собираетесь проводить воздействие на эти биологически активные точки. Вот пример приводим сегодня, дата 29 января. Соответственно, дата правильная. Выбираем главный меридиан R, нажимаем на точку УСИН, это точка F1, это точка сегодняшнего дня, конкретно для пациента Дмитрия. И у нас выходят биоритмологические точки традиционной китайской медицины, на которые можно воздействовать в определенном порядке. Вот эта точка F1, точка дня, она всегда будет являться заключительной точкой. Но затем мы нажимаем в определенной последовательности на каждую из представленных в этом рецепте точек. Первая точка здесь, это точка РП4. Вот я привожу следующий слайд, РП или СП4. И в атласе программы показывается, а где же эта точка находится. С четким описанием места расположения, характеристики этой точки. И мы будем советовать, что конкретно по каждому дню мы можем прям распечатать их на несколько дат вперед, на ту же самую неделю, выставляя конкретную дату в календаре. Распечатать вот с такими картинками. В определенной последовательности каждый день человек массирует эти точки в течение 1-2 минут, то есть не так долго. Там идет 4 точки, да, вот на этот день, на сегодня, 4 точки. В течение 1-2 минут идет массаж каждой точки, точно так же кончиками пальцев рук по часовой стрелке. Эти точки находятся у нас на правой или на левой ноге, поэтому делаются и на той ноге, и на другой. Вот 4 точки прошли, на следующий день, соответственно, выставляется новая дата, выбирается меридиан почек, выбирается точка усин и смотрим на нужный рецепт. И точно так же проходим по этим биоретнологическим точкам. Как долго это делать? Ну, опять же, под контролем ситуации. Как говорит наш Сергей Викторович, делаем пожизненно. Ну, давайте как-то к реалиям жизни, да, ближе спустимся. Назначаем примерно вот такую поддержку почек, так как мы видим, что идет истощение именно по этому меридиану, оптимально 2-3 месяца. 2-3 месяца, затем можно сделать контрольное, так скажем, исследование и посмотреть, что произошло с этим, с активностью этого меридиана. Таким образом, мы влияем уже на более, так скажем, глубокую структуру той проблемы, к которой нам человек обратился. Обратился с кашлем, да, это поверхностное проявление проблемы. А оказывается, изначально вся проблема заключается в том, что идет истощение вот на уровне корней, по представлениям китайской медицины, всей дыхательной системы. Воздействуя на эти структуры, мы питаем эту энергию. Мы сейчас затронули такие какие-то тонкие моменты, да, китайская медицина, значит, различные проявления аюрведических аспектов. Используем АПК-видопульс, да, смотрим какие-то определенные маркеры. Но самое простое, что нужно дать в качестве рекомендации этому человеку, молодому человеку, да, отказаться от вредной привычки курения. Ну, это как бы прописные истины, но тем не менее. Курение – это, ну, можно сказать, катастрофический фактор, который воздействует на организм человека. Человек добровольно уничтожает свое здоровье. Яркий пример – это бронхит курильщика и все, что связано с обострением на фоне любого вирусного заболевания. И, соответственно, курение мы разбирали уже в предыдущих вебинарах, влияет на многие другие системы, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему. Поэтому основной рекомендацией – это, конечно же, отказ от курения, правильный образ жизни, режим питания, диета и постоянно контролировать свое состояние. Таким образом, мы сейчас произвели такой клинический разбор конкретного, так скажем, пациента, конкретного случая, посмотрели, что было до, что стало после, прошли по определенным вкладкам, дали рекомендации. Так как у нас вот вебинар, который сегодня проходит, да, в рамках вебомарафона, он представляет собой такой мини-курс, да, клинического разбора, то мы решили, что почему бы не пройти всем, кто желает, и выполнить контрольное задание. Контрольное задание, которое будет заключаться в следующем. Нужно будет сделать исследование, возможно, у вас есть уже эти исследования. Соответственно, сделать исследование какого-то конкретного человека с конкретными проблемами, вот так, как мы сегодня пытались разобрать. Прислать нам на наш адрес, да, карточку пациента и сопроводительное, так скажем, письмо, где нужно будет указать, какие жалобы были у этого человека, какие-то особенности аспекта анамнеза у этого человека, то есть по болезни, какие-то, может быть, особенности жизни этого человека. И то, что мы увидим в карточке, должно быть отражено в заключении этой же карточки, да, то есть там должны быть даны те рекомендации, которые вот вы советуете вашему пациенту. А в пояснении вместе с жалобами и анамнезом должно быть написано заключение в функциональном состоянии. Мы, конечно, понимаем, что вы не вправе, вы не можете, и вы вправе, так скажем, и не должны делать заключение в виде диагнозов, но если вы имеете такую возможность, если у вас есть медицинское образование, почему нет, если вы не имеете такой возможности, это заключение в функциональном состоянии, что вы предполагаете, на что обратить внимание и дать какие-то полезные рекомендации. Вот, пожалуйста, вы можете прислать такие свои, так скажем, исследования в виде контрольного задания, но, пожалуйста, работай, если можно, присылайте вот до 15 февраля 2016 года. Соответственно, эти работы будут нами просмотрены, мной, могут подключиться еще другие специалисты нашей компании. И на основании этого будет выдано в электронном виде свидетельство, в котором будет сказано о том, что вы прошли обучение, да, и владеете методами клинического разбора при использовании аппаратно-программного комплекса ВИДА-ПУЛЬС. Что объем работы? Объем работы, ну, какой объем работы? Значит, это карточка, и желательно, если у вас получится в течение этих двух недель, сделать два исследования. Это первоначальное и хотя бы через какое-то определенное количество времени, ну, хотя бы дней через пять после того, как вы назначили какие-то рекомендации. Объем работы, ну, на ваше усмотрение, в зависимости от того, какие жалобы у человека и какой, как вы собрали анамнез. Ну, я еще вижу здесь вопрос, который мной не охвачен. Всех благодарю за внимание на этом. Как бы мой клинический разбор со всеми примерами окончен. И вот есть еще вопрос, который задает Марина. Он, я так понимаю, касается биоуправления. При медитации пациент распускает розы 7-8 при легком режиме в течение трех минут. Ну, вот у меня сразу вопрос. Почему вы ставите ему три минуты? Если запись электрокардиограммы изначальная идет стандартно 5 минут, то мы тогда не можем делать время работы в биоуправлении меньше пяти минут. Время должно быть аналогичное. Исходная запись 5 минут и биоуправление 5 минут. Если вы делаете исходную запись кардиоинтервалограммы правильнее 3 минуты, допустим, по состоянию пациента, состоянию здоровья, то, соответственно, тогда 3 минуты. Раньше ставили на другом аппарате. Ну, это пульс онлайн. То есть это пациент делает у себя дома и вам присылает, как понимаю, эти карточки. Так, значит, время адекватное. Проговорили. Почему легкий режим? Давайте назначим он не легкий режим. Легкий режим мы выбираем прям совсем таким, знаете, тяжелым, так скажем, функциональным состоянием. Выбираем средний режим, обычный режим. Поэтому в легком режиме, конечно, 7-8 роз. Если поставим стандартный режим, 7-8 роз он распускать не будет. При этом показатели говорят об ухудшении состояния пациента. Ну, видите, я же не знаю, что было. Видимо, не было, а это стало, я так понимаю, да? Желудок напряжения, адаптация, скорость биологического старения зашкаливает. Напряжение, пита напряжения, чакры полный диспаланс, дыхание диафрагмальное. Ну, это хорошо, что дыхание диафрагмальное. Это говорит о том, что пациент все равно неправильно выполняет дыхательные, так скажем, дыхательные движения у него неправильно поставлены. Таким пациентам нужно поработать и научить, может быть, под вашим контролем его правильно подышать. Если он правильно будет дышать, концентрироваться только на дыхании, режим легкий, розы распускаются, потому что режим легкий, поставьте ему стандартный режим. И розы в таком количестве распускаться не будут. Я сейчас жду вопросов. Если вопросов больше нет, всех благодарю за внимание. Приглашаю на наши последующие вебинары. Всем всего хорошего. Большое спасибо. Будьте здоровы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.